Добрый день, уважаемые зрители канала Садовый мир. Наша садово-огородная жизнь вошла в русло. Основные культуры высажены. Мы планомерно за ними ухаживаем, подкармливаем, поливаем рыхлим, собираем урожай. Сейчас самое размеренное и неспешное время. Есть возможность позаниматься благоустройством участка, хозяйственными какими-то делами. Вот у меня пришел помощник Бурк от компании Сталк. С этой продукцией мы с вами уже знакомы. Мы с вами легко и непринужденно, помните, культиватором взрыхлили все грядки к сезону, посадили их. Также мы с вами сделали вкусную паузу. Помните, делали мясо, приготовили салат и все это с помощником Монагалом Сталк. А сегодня я выбрала такую модель, чтобы в свои женские руки пробурить отверстие по необходимости на своем участке. Как вы помните, мы провели реконструкцию, установили каркасные грядки и нам из-за того, что мы полностью поменяли конфигурацию, нам пришлось удалить столбы вертикально металлические, на которых у нас были натянуты бельевые веревки. Это очень удобно в саду. Постирали спонбон, пленочку все посушили, чистый сухой убрали до следующего сезона. Но все течет, все изменяется, поэтому мы такую реконструкцию провели и сейчас нам нужно эти столбы установить заново. Для этого нужно пробурить отверстие. Сам бур, как вы понимаете, разборный. Состоит он из двух частей. Видите, у него ось идет из двух составных, скажем так, вертикальных частей, которые собираются. Это позволяет его компактно хранить, если у вас ограниченное место для хранения. Ручка, она идет с храповым механизмом, который работает как трещотка и позволяет использовать его у какой-то, допустим, вертикальной преграды, стены, забора, совершенно неполный оборот. То есть, где мы не сможем полностью провернуть, видите, всегда радиус рабочий какой-то должен быть. Вот смотрите, я сейчас вам покажу, как я буду бурить отверстия для своих нужд. Вы скажете, что тебе что, муж не может поставить стойки для белевых веревок? Может. Я буду лично использовать этот бур в других еще немножечко целях. Осенью бывает, что очень сухая погода и нужно совершить, проделать влагозарядный полив. По периметру кроны можно набурить не глубокие отверстия, сначала, конечно, пощупав проволокой, чтобы не попасть в корень крупного дерева, и тогда уже пролить или туда заложить даже удобрения осенние, например, для плодов ягодных. В этой весной я посмотрела, многие садоводы очень выходили из положения для прогрева почвы в теплице. Именно буря отверстия, конечно же, не таким бурами. Они заимствовали своих мужей рыболов или использовали какие-то хозяйственные инструменты. Аккуратные дырочки. Я еще думала, как они это делают? На ветках обсуждений, конечно, выяснилось, что это обычные садовые буры для земли или для льда. Теперь у меня есть свой помощник, и я не буду просить мужа. Я просто покажу вам, как работает, а уж тяжелая работа по установке, пускай у меня занимаются мужские руки. Кстати, это можно сделать и женскими, поэтому я и приобрела такого помощника. Вот посмотрите, ручка имеет очень прочное крепление. Мы просто устанавливаем бур в вертикальное положение, слегка надавливаем и проворачиваем. Сейчас он зайдет аккуратно. Смотрите, как легко он заходит. Если у вас сверху дерн, его можно удалить. Все. Вот он мягенько пошел. Смотрите, как легко он входит. Забуриваем на необходимую глубину. Вытягиваем бур вертикально. Вот. Аккуратно отверстие у нас получилось. Можно вкопать столб, любую опору, например, под виноград, под плетистую розу, аккуратно залив раствором. Вы скажете, легко бурить отверстие на открытом месте. Попробуйте пробурить отверстие у стены либо у забора. Конечно, легко справиться с таким делом при помощи вот такого бура-сталка с запатентованным механизмом. Давайте пройдем как раз в такое место и посмотрим, как он работает. Это наш временный забор между нашим и соседским участком. Мы пока затенили его строительной сеткой, но в планах поставить капитальный забор. Будем использовать 3D-металлическую сетку, но под нее, учитывая особенности нашего грунта, он у нас нестабильный, болотистый. Грунт играет, мы не можем поставить тяжелый забор, но под стойки нужно обязательно залить специальные места. Это нужно пробурить лунку довольно глубокую, широкую, поставить туда металлический кусок трубы, залить раствором, чтобы он выставился, а следующий год можно уже будет секторами снимать старый забор и ставить новый. Поэтому подготовительную работу мы делаем уже в этом сезоне, чтобы на следующий год это не отнимало много времени и сил. Посмотрите, если бурить рядом с забором, ручка не позволит это сделать. Либо придется слишком сильно отступать, а это мы потеряем, как говорится, уже в месте установки забора. Поэтому помните, я вам говорила про уникальный запатентованный храповый механизм ручки. Посмотрите, как он работает вблизи. Посмотрите, так называемый храповый механизм. То есть, видите, вот эта подвижная часть и здесь звездочные формы. Я по-женски объясняю, вот такая вставка. С поворотом ручки вот эта вот ходовая рабочая часть встает и закрепляет, то есть нам не нужно совершать целый оборот. Видите, как бы с одним шажочком она падает с каждым движением. Сейчас просто он у меня наклонен. Видите? И для этого не нужно крутить всю ручку вокруг своей оси. Кроме того, посмотрите, ручка, она поднимается вертикально. Достаточно ее просто оттянуть вверх и поставить в штатное место. И тогда мы сможем работать одной рукой. Посмотрите, работать, скажем так, в диапазоне 180 градусов как раз напротив вертикальной стены либо забора. Давайте я вам покажу, как это работает уже непосредственно на месте. Посмотрите, я установила вертикально наш бур непосредственно вблизи к забору. Слегка его уплотнила, чтобы он вертикально у меня совершал обороты. Ручку приподняла в верхнее рабочее положение, она встала жестко. И видите, вот эта трещоточка так называемая, я просто беру и совершаю оборот, видите, до забора. Перевожу ее в другое положение. Вот она встала и дальше бурим. Видите, раз. Тут важно приспособиться. Все, пошла родимая. Интересно придумал сталк. Бур сам, как по массу, заходит в почву. Посмотрите, в пол оборота буквально. А теперь давайте вынем и посмотрим, какое отверстие получится. Завозвращаем ручку в исходное положение. Видите, я ее просто приподняла и установила пружинку, ее вернула на место. И просто, подойдя ближе, вытягиваем почву вместе с буром. Вот у нас получилось снова очень аккуратная луночка. Посмотрите, такое аккуратное отверстие у меня получилось при бурении непосредственно у вертикали забора. Конечно же, глубину самого отверстия при бурении вы регулируете сами, исходя из ваших технических запросов. Все увидели, как мы легко работали этим буром сталк, как легко пробурили отверстие у вертикальной стены забора. Конечно же, установка забора, столбов, каких-то опор – это сугубо мужское занятие. Мы, да, мы можем только вдохновить, обеспечить правильным материалом, подбросить идею, что я могу сама своими женскими руками при помощи этого, я бы сказала, даже не этого, а этой умницы, хочется его женским все-таки именем назвать, бур сталк. Он поможет мне при подготовке посадочных мест в теплице. Не надо ждать, не надо звать, почва у меня рассыпчатая, и если я буду отверстие ковырять близко друг к другу, не ковырять, а бурить, конечно же, в почве, они будут осыпаться. А холодная и непрогретая земля препятствует ранней высадке рассады в теплицу. Поэтому вот этот помощник мне поможет еще и весной, а осенью я, конечно же, воспользуюсь, если осень будет сухая, буду с его помощью бурить отверстие по периметру кроны, закладывать туда навоз, минералочку и проливать влагозарядные поливы и, скажем так, более адресно доставлять все питательные компоненты, особенно к старым плодовым деревьям. Всего доброго! Облегчайте себе труд и занимайтесь своими участками!